сейчас начну снимать про сенаж снова мочек будет ну расскажу про все наши вот сейчас новые открыли вчера он они стоят ешьте нет чего подтягиваешься мишка гришка так надо подстелить сегодня будет вот он сенаж когда ты наш открыл летать сенаж открыл до сверху была плесень все вот понял ну вот от сейный райграсс тимофеевка потом что там это ежа и клевер маленько забили его второй год только нормально начали косить то есть клевера здесь мало ну вот она такая но я говорил что я кашу утром после росы и сразу в течение двух-трех часов замотали то есть у меня получается не сенаж 50 процентов высыхания пересыхания его хуже едят вот это вот это нормально силос получается и он как бы его едят быки только подкидывая за два дня рулон уходит однозначно сейчас пойдем как мочек что еще хотел сказать да зимой он бывает перемерзает в мороз сверху образуется ледяная эта корка но в середине нормально вечером закидываем в сарай и утром все раздаем без проблем если сильный мороз значит все нам кормим переждали неделю дальше но зато поймите март апрель май сенаж это самое то сено уже кончается сочных кормов мало то есть животное простояла всю зиму без сочных кормов а тут как бы сочные корма и и привесы и то есть все нормально какие слабые места по нашему обмотчику ну вот видно что погнуло сейчас я замеры сделаю покажу чё как и вон рулон бывает съезжает туда и цепляет и рвет пленку не знаю этот какие там чего размеры надо было сейчас все поснимаю вот эта фигня обрезчик он хреновый я хотел сюда сделать типа ножниц захват и не так и не дошел стали двоем-троем мотать и все значит барабаны замерю барабаны так метр пи сорок девять диаметр их диаметр ну примерно на 31 или на 30 здесь простая ось стоит подшипник но он тоже регулируется по высоте пазы сделан значит ширина по краю оси как пока зацеплю как так и покажу по краям оси 86 сама ось расскажу насколько на 32 наверно так но это колесо надо не надо простое от этого погрузчика от тележки 28 значит расстояние между барабанов 50 где-то 50 52 значит здесь стоит цепь привод как бы и показать так ну ладно насос спрашивали сейчас насос дойдем до него и покажу по внутрянке значит будет 73 внутрянка высота 82 по петле 66 но эти я сам делал нужны они не нужны сюда бобин уставил так насос какой у нас насос дозатор стоит значит ну это надо по тракторе как бы делать сейчас попробую конечно ничего получится значит он стоит вниз нам волши это звездочка и сюда так идет звездочка она крутит их а этот привод привод идет от той же то есть он получается и так крутится и барабаны крутятся барабаны так чтобы они поворачивались и рулон обматывался значит по насосу что у нас там за насос с клапаном стоит сейчас подойду так нс девяносто один шестьдесят один телефон и все про куст 21 004131 так чё там электронный адрес да было да было . ой о да было . полон пл какой он там чего я не вижу так значит там вал стоит вот эти цепи 2 крутит и внизу стоит он все на звездочкой звездочка здесь двойная на 500 и на тысяч на фу на 500 пленку на 750 но я не переставлял по оборотам и все он нормально заматывает то есть слои так что я поставил на 750 и больше не переставлял мотает он и 750 и 500 и так по самой держателю пленки вот этот хреновина она сделана как бы хреново и бывает что зажимает и в бобине прокручивается она это гайка зажим то есть вот так вот она открывается сейчас мы ее откроем так вот так открыли и и она одессе на пружине 2 вальца не между собой связано цепочкой так вальцы атака прижимается то есть зажимаем как вот вот сюда и отсюда вот так вот и тогда она нормально сейчас замерю и и какие вижу размеры здесь тоже пружина стоит крепление до конца вальцов 36 посередке 33 самые вальцы 60 на 60 на 60 200 пружинка значит да здесь а вот стоит еще шток высота высота 950 это зажимает вот здесь встава что он вытаскивается этот сбоку с двух сторон то есть зажатие идет так по червячному на 28 наверно вал и он такой конусом сделан здесь стоит подшипник надетый и он крутится сам по себе то есть этот вал стоит там на подшипники а подшипник сам крутит коленовой зажим здесь а снизу то же самое единственное здесь сделаны пазы вот под 500 и 750 отверстие значит 210 до 2 но этот от этого высота до 220 вот они пластиковые штул эти кленовые фишки и так значит крутится он 2 то есть зажимая это зажим его плотнее надо зажимать так вручу 500 бухта сейчас стоит у нас вроде все это рычаг открытия самой платформы она то есть вот так идет вот она платформа это нижняя она вот это верхняя красная платформа здесь середине она как на телеге крепится то есть ось чтоб она подымалась но это на тракторе покажу то есть нижний замер сделаю на тракторе чувство хотел сказать по сенажу сейчас покажу какие они у нас лежат все хотел добавить сверху бывает до плесень но это не не страшно то есть вот они рулоны получается такие лучше их не хранить в самом нам на поле с краю поля без проблем вот он как про проваленная маленько потому что он тяжел это силос это не сенаж вот он такой проваленный вот прям в реальном времени то есть без с этих склеек фигеек сейчас скрою покажу давайте вот это сейчас нож открою что там у нас будет но у меня есть много видео поэтому попробуйте если нету прессов своего найдите рядом какой вот бывает сверху здесь плесень верховая из торцов но здесь нет ни хрена могу 2 открыть это еще раз это раннее самое первое еще где-то недели две до сенокоса то есть у нас это июнь первое число где до 10 если были дожди хорошо поднялась до 10 то есть уже сенаж первый должен быть замотана замотан это трава жирная только поднялась там сантиметров в 20-30 жирная без бутонов то есть она зеленая вся никто еще не начал не цвести не отцветал а все только идет в рост вот такую траву очень-очень хорошо но не больше 30 сантиметров чем больше трава тем его сложнее он сырой его разбирать сложнее то есть 1 до 10 июня мы закатались и наш и все его оставили а второе это уже оттала самый лучший сенаж это получается сеянных трав то есть овес горох века все бобовые сахара до бутонизации закатываем и получаем охренительный корм ну чё скрываем этот вот как плесень здесь видно ну сейчас посмотрим чё там нету здесь никакой плесень вот так так что вот такое получается все наши августовский то есть не делать август августовский тоже те травы которые уже поспели на сенах они половина высохли уже как тимофеев когда август она сто процентов уже соломой стоит некоторые уже цвели клевер уже по второму разу цветет так что он не делайте она большая вероятность что она за плесневеет и поедаемость такого сенажа не очень хорошая до него будет есть если по первой то они с удовольствием будет есть а потом привыкают и начинают нос воротить а вот это вот это стопроцентное поедание и силос так что вроде все снял так что этот так что так что пишите комментируйте еще не хватает вот сена вот сенат это июньское сено июльское начало июля вот такое оно черное но она внутри полностью зеленое сейчас покажу сколько он откинул вот корка вот откинутая горка от сантиметр буквально из-под сетки как горкой слезает ну и вот она сама сена тимофеевка вся зеленая это не не сеяно это естественно ну вроде все и вот они такие кто не понимает тот начинает нос воротить вот она все зеленое июньское она получается и дожди до 7 до августа до сентября она уже лежит 3-4 месяца и становится сверху черным ну на качество внутри не не влияет ладно поедем сейчас повезем всем